Есть один производитель мобильной техники, который представляет Россию, но выпускает свои устройства в Китае. И, кстати, у него это неплохо получается. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, это выпуск Лаборатории ON, и сегодня у нас в обзоре High Screen Alpha Eyes. Прежде чем начну рассказ об этом устройстве с поддержкой двух сим-карт и ярким дисплеем, несколько слов о производителе, конкретно о High Screen. Изначально этот бренд принадлежал немецкой компании Vobis Computers, но с 2004 года российское подразделение отпочковалось от немецкой компании и стало самостоятельным. И теперь под брендом High Screen она выпускает вот такие замечательные устройства, одно из которых, собственно, у нас сегодня в обзоре. Итак, начну с технических характеристик его. Во-первых, процессор. Процессор здесь Mediatek четырехъядерный с тактовой частотой 1,2 ГГц, чуть попозже покажем его тест на производительность. Оперативной памяти 1 гигабайт, встроенной памяти 4 гигабайта, но ее можно расширить карточками microSD, так что любителей снимать видео или хранить много информации на своем смартфоне это очень удобно. Дисплей здесь 4,7 дюйма, выполнен по технологии TFT, разрешение его 1280 на 720. Управляется аппарат Android 4.2. Здесь наши привычные и горячо любимые рабочие столы, на которые можно перетаскивать различные приложения. Собственно, все как обычно. Достаточно привычные, не спадающие меню сверху. Ну и, конечно же, вот он, меню приложений. В меню приложений вы найдете пакет от Google, который позволит вам обмениваться письмами, серфить интернет, сидеть часами в социальной сети Google+, смотреть видео на YouTube. В принципе, все это привычно. Вот есть Google-браузер, карты Google, адреса. Ну, в общем, все, что необходимо, мне кажется, для активного пользователя корпорации Добра. Помимо этого, есть виджет 4Sync. Это облачный сервис, который при регистрации на нем сразу подарит вам 20 гигабайт свободного пространства. Конечно же, есть навигация, есть поддержка GPS-технологий, так что вы не заблудитесь и не потеряетесь. И Office Suite тоже полезная вещь для общения с документами Microsoft Office. А для любителей послушать популярные радиостанции есть приложение FM Radio. Телефон идеально подойдет для деловых людей. Во-первых, у него большой дисплей и очень удобно, скажем, просматривать текстовые документы, либо отправлять письма. И, конечно же, если вы рациональный человек, то вы должны приобрести этот аппарат, потому что он поддерживает две сим-карты. А это значит, что вы можете оптимально выбрать тарифы, чтобы экономить на сотовой связи и на интернете. Естественно, приобретая этот аппарат в цифровом центре, наши специалисты не только вам помогут его настроить, но еще и подберут правильные тарифы, чтобы вы экономили как можно больше денег. Дабы не быть голословным, рассказывая о производительности этого аппарата, мы провели тесты с помощью программки Antutu Benchmark четвертой версии и получили вот такой результат производительности. Напомню, что результат нашего устройства 13 111, а вот результат HTC One X 14 987. Проиграл немножечко, но если идти по рангу, обошел Meizu MX2. Результат у этого китайского устройства 12 888. Так что достаточно неплохой результат. Хочу отметить, что позади остались Samsung Galaxy S2 и LG Optimus 2X. Отдельного внимания заслуживает основная камера этого устройства. Она разрешением 13 мегапикселей и поддерживает различные режимы съемки. Ну, во-первых, вы можете выбирать цветовой эффект для съемки. Например, под водой есть такой эффект, и вы будете снимать, и все будет вот такого цвета у вас. Ну, это так, для любителей интересных фотографий. Дальше вы можете выбрать еще режим съемки. Портрет на вечеринке, ночной портрет, пляж, снег. Дальше. Баланс белого можно отстроить в зависимости от освещения, которое в данный момент у вас, скажем, в помещении. Ну, параметры изображения можно тоже по качеству резкости. Это уже такие мелочи настройки, не буду о них рассказывать. Думаю, что вы ознакомитесь с ними, когда придете в цифровой центр ИОН, скажем, своими руками потрогать этот аппарат. Помимо этого, вы можете делать HDR съемку. Я напомню, что при HDR съемке аппарат делает несколько снимков и потом совмещает их, чтобы получить оптимальный. Ну, и, конечно же, вы сможете снимать панораму с помощью Alpha Eyes. Вот так. Причем двигать можно в любую из сторон. Вот так. Давайте рассмотрим внешний вид High Screen Alpha Eyes. Хотя мы могли бы рассмотреть еще внешний вид вот этого устройства, потому что они достаточно похожи. Но все-таки давайте будем говорить об Alpha Eyes. Итак, корпус выполнен целиком из пластика. На передней части расположен, естественно, большой сенсорный дисплей. Под ним находятся сенсорные кнопки. Андроидовские, вызов контекстного меню, возврат домой и шаг назад. Сверху расположен динамик, датчики освещенности и фронтальная камера. Разрешение ее 3 мегапикселя. Сбоку кнопка регулировки громкости и кнопка выключения дисплея и блокировки его. С другого торца ничего нет. Сверху разъем для наушников 3,5 мм. И снизу микрофон и разъем для зарядки и подключения компьютера. На задней крышке располагается основная камера 13 мегапикселей, только что о ней говорили. Вспышка, еще один микрофон, шумоподавление. И снизу располагается динамик. Крышка снимается вот таким образом. Здесь есть специальное углубление. Под крышкой мы видим литий-ионный аккумулятор. Вот он большой, основное место занимает. И вот здесь массу слотов. Вот это слот для карточки microSD, а вот это слот для сим-карты. И сбоку тоже еще один слот для сим-карты. Крышка закрывается таким вот образом. Должна щелкнуть в нескольких местах. Ну и крышка выполнена из такого приятного пластика, который не скользит в руках. В комплектацию входит гарантийный талон от компании Vobis. Все написано, я не обманываю. Сетевое зарядное устройство. USB кабель, который, конечно же, можно подключить в сетевое зарядное устройство, либо напрямую подключить к компьютеру. Гарнитура. И, что очень важно, без этого никуда, о стиле нужно думать всегда, сменная крышка другого цвета. Если вам надоел черный цвет задней крышки вашего аппарата, вы можете всегда поменять ее на белую. Такую нарядную. Она даже поблескивает. Ну, в общем, прям красота. И получится у вас теперь вот такой аппарат. Сегодня мы рассмотрели High Screen Alpha Eyes. Телефон с двумя сим-картами, с четырьмя ядрами. В общем, аппарат, который решит все поставленные перед ним вами задачи. Так что приобретайте его в цифровых центрах EON, либо покупайте в нашем интернет-магазине. Ведь наша доставка работает даже ночью. С вами была Лаборатория EON. Подписывайтесь на наши новые обзоры, ставьте лайк. И до скорой встречи в наших магазинах. Всем пока!